индолил масляная кислота приманка на корни она же и так сегодня я покажу конечно же расскажу про те архитеки которые у меня на стадии полного выздоровления и тем не менее помимо листовых пластин для полноценного развития архитекам нужны корни именно поэтому несмотря на хорошее качество листовых пластин то что листья лезут один за другим то есть это большая заслуга тех препаратов которых вам уже от меня хорошо известно и все-таки тем не менее давайте сегодня задумаемся и поговорим о пользе фитокормона ведь индолил масляная кислота так или иначе вместе с гетерооксином относятся к этой группе именно поэтому я показываю использование камень на самую-самую последнюю очередь поскольку я за натуральный уход я за те препараты которые считаются по праву практически естественными иммуномодуляторами и как можете сами в детство в очередь они таки справляются единственное что все-таки стоит отдать должное когда листья прут одним другим а корневая не так охотно спешит появиться то нужно переходить к тяжелой артиллерии под этой фразой скрывается название всем известного препарата корневин единственное я хочу чтобы вы меня были грамотными и поэтому я очередной раз напоминаю разницу между гетерооксином и корневином она есть она конечно же не очевидная но принципе если вы будете слушать меня вы поймете действующим веществом корневина который сейчас держу в руках является индолил масляная кислота при попадании в почву она за счет естественного синтеза преобразуются в гетерооксин именно поэтому если мы будем сравнивать то я скажу конечно же запекай наперед быстрее действует сам гетерооксин но корневин уж как и так зарекомендовал себе что ли на орхидеях лучшим образом дальше конечно же по классу токсичности если сравнивать гетерооксин то четвертый то есть абсолютно не опасны корневин также в принципе не считается каким-то таким средством от которого нужно я не знаю за трема замками закрываться и стараться избегать максимальной с ним работы просто нужно соблюдать элементарные правила вот перчатки воспользоваться возможно маску надеть проветривание обязательно но для того чтобы поддерживать все условия безопасности от которых нас в принципе производитель таки предупреждает на самой упаковке далее дозировка препарата на 1 литр воды вам понадобится всего-то навсего 1 грамм препарата обращаю ваше внимание конечно такого формата хранения как я то есть пакет с открытым ужем виде не самый лучший подходящий вариант именно поэтому я советую вам этот порошок хранить то ли в стеклянной емкости с крышкой ну или в пластику кераметичной емкости это максимально улучшить процесс хранения этого порошка он в принципе такого особо молочного оттенка без запаха то есть принципе никакого дискомфорта вам не создать самое главное это дозировка и формат агротехника дозировку сказала 1 грамм на 1 литр об этом кстати черным по белому написано само упаковки поэтому вы не забудете никогда и плюс очередное то что его можно использовать в сухом виде поэтому сегодня мы пудрим корни кстати о том как мне удалось добиться потрясающего весеннего роста листиков вы можете узнать в прошлых частях видео реанимация этих орхидеев шаг плейлист корни орхидеи плейлист реанимации и плейлист орхидеи будут свести именно в этих разделах я больше всего уделяю внимание тем препаратам которые заслужили всеобщую славу кстати в интернете бы тут мнение якобы варикатные формы растений они более капризны они более требовательны и вообще лучше с ними не связываться обходить их десятая дорога на самом деле доля правды в этом есть но я бы не обобщала на примере своей орхидеи варикатны показываю что она уже успевает растить два листика одновременно да да вот обратите внимание тот лист который практически самый первый вот маленький то есть поменьше как самого маленького в верхней точке роста ведь он практически появился но не одновременно но хорошо очень скоро после очередного появления нового вы можете себе представить какой буйный рост конечно же весна она принимала в этом участие и она конечно же повлияла практически может быть даже в львиные доли всего этого и тем не менее давайте не будем убирать со счетов снимать все таки те препараты которые воздействуют конечно же за вами остается право прибегать их помощи или же оставить и тем не менее мне кажется хоть и раз стоит попробовать и уверена тогда вы расставите точке над и кстати я опять таки неспроста показываю показываю сложное казалось бы кем-то надуманными сорта которые варикатные которые в краб потому что я хочу наконец-таки исправить этот испорченный телефон его починить дабы никто вас не вводил заблуждение и не запугивал ведь это неправда это точно такие же растения я вам скажу характер есть абсолютно каждой растюшки даже у блондиночек наших белесых орхидей которые казалось бы розово-белые орхидеи в каждом супермаркете тем не менее если она такая вот и нужно укротить строптивого то она такая будет изначально то есть не в краб и дело не в сути разных наших пигментов самое главное это найти к ним подход и тогда хоть это будет какой-то супер-пупер редкий сорт вы все равно наладите с ним общий язык кстати кстати хочу обратить ваше внимание почему сегодня сухая форма обработки я бы хотела призвать чтобы вам не пудрили мозги а чтобы вы пудрили корни именно поэтому если корневин мы используем в сухом виде то тем самым мы вызываем услышите сейчас и очень прислушайтесь к словам поражение покровной ткани растений потом это закономерно вызывает образование калюса калюс это есть вот те самые живые клетки которые образовываются на таких местах поражения какой-то степени утрированно на ранках именно это и вызывает усиленный рост образование корней то есть вместе обработки именно поэтому я все это сказала дабы плавно перейти к обработке и подвести к тому что нам необходимо обязательно определиться с локацией и строго-настрого придерживаться места предназначения если хотите чтобы пудра не осыпалась то я рекомендую настоятельно поступить как я для того чтобы сухое хорошо приклеивалась прилипала хорошо держалась на шейке вам необходимо ее просто-напросто увлажнить для этого идеально подойдет точный способ то есть с помощью груши кстати обратите внимание на важный момент вода должна быть нейтральной по ph именно поэтому совмещать с удобрениями другими стимуляторами регуляторами аминокислотами витаминными коктейлями не стоит вам необходимо сделать ее что называется готовой к новому союзу она ни в коем случае должна быть чем-то усилена или какую-то сторону подкисленно или наоборот щелочной поэтому воду лучше взять отстоянную возможно даже прокипяченую дистиллированную не берите лучше тогда уже талую и немножко точно локально мы это место увлажняем делайте это аккуратно потому что если вода попадет в пазуху то туда может следом попасть и порошок мы наоборот пытаемся этого избежать это важно вот как раз снизу на кочерыжек мы боимся попадать пускай и уложнится и в принципе если часть порошка там все-таки останется хуже не будет сколько воды немножко то есть практически нам нужно уложнить низ шейки далеко вот практически к началу пазуху мы стараемся очень аккуратно лучше чем ниже тем лучше так мы обезопасим растение от перерасстрат не забываем и о второй стороне это должно быть полностью по всему кругу теперь самое время пришло поговорить про порошок как я уже сказала для жидкого мокрого раствора вам понадобится 1 грамм на 1 литр а вот что казалось бы сухой обработки я скажу так много не борщите тонкий слой практически парочка кристаллика лучше сейчас покажу и так сначала мы отмерили количество порошка корневин можно носить на шейку прошу внимание мы пудрим и вот такими вот стряхивающими движениями обратите внимание то есть кисточка она не касается мокрой влажной шейки вот такими вот потряхивающими движениями препарат что называется как прилипать и действует и попадает на части шейки орхидеи можно повторить еще раз промокнуть кисть и снова попробовать припудрить мне нравится этот способ тем что избытка порошка не попадает в другие вегетативные части порошок не забивается в устица он не попадает в пазухи листа и тем самым как минимум растение не начинает запутываться и понимать что ему нужно или все во всех пазухах стимулировать появление корней я же неспроста сказал о том что корневин действует раздражающее именно поэтому покрывать все растение и я не рекомендую обработка только под корень это строгое правило это те табу которые вот практически вот красной чертой нам говорят что обязательно придерживайтесь раздражающий эффект появление корней конкретно в зоне там где мы воздействовали на тот участок где мы конкретно припудривали там и должны появиться корни поэтому выше сейчас тоже вот желательно вот под вот здесь пройтись потому что кочерыжку мы обработали но казалось бы еще бы хотелось бы вот здесь пройтись повторяем и то же самое аккуратненько потому что он конечно пыли вот уже заметно что попадает индолил масляная кислота на низ шейки и только потом когда мы уже тщательно припудрили эту зону мы можем аккуратненько вот уже прикасаться к сейчас фокусируемся к шейки уже кистью только очень аккуратно практически если вы видите что ну порошком ну никак не удается вам эту часть шейки обработать он пылит и просто субстрат действующим веществом обогащается а шейка так и стоит вот поэтому туда уже можно и пройти с кистью но при этом кисть она как была сухой так и остается то есть дополнительному ее перед этим не увлажняем вот мы аккуратно просто с помощью уже тактильного прикосновения распределили более равномерно и так этот ракурс отчетливо дает понимание что в пазухе действующее вещество не попало нечаянно конечно же если это как-то случится то сильно как тоже потом отмывать растение нет нужды ну значит так уж получилось но перед этим помните аккуратность прежде всего лучше добавьте меньше чем вот так вот не разборчиво не аккуратно безлаберно засыпаете растения вот и получается 1 орхидейка у нас полностью обработана кстати для тех у кого фобия вообще смачивание шеек орхидеи я хочу вас успокоить пока мы 30 секунд времени припудривали корневой корневином уже все испарилась и высохла в этом растении поэтому обратно мы из круши немножечко под увлажним нашу зону обработки проделываем точно такие же манипуляции как и с первым растением это очень легко меня это занимает на 10 секунд больше времени потому что я еще снимаю и стараясь не трясти рукой для вас это вообще будет стоить пару секунд аккуратно аккуратно стараемся следить за своими движениями дабы не попасть опасная критическая зона вот практически по шейке и потом аккуратными такими похлопывающими движениями вот видно что гранулы здесь хорошо растение такой нет пигмент шейки темный поэтому очень хорошо заметно как раз зона обработки вот посмотрите как белые гранулы хорошо отчетливо заметны больше не нужно вот и все и самое важное периодичность обработки и таких припудривание вот здесь самое прекрасное в том что она разовая но если стоит повторить то может быть при необходимости ну раз за сезон именно поэтому потому что это фидокормоны я советую вам придерживаться золотой середины не нужно с ними сильно заигрываться видно то есть мои альтернативные естественные безобидные помощники препараты поэтому корневину вот я сейчас обработала и будем ждать результатов